Добрый вечер, уважаемые ахинцы! В эфире информационный выпуск программы «Северный Сахалин». В студии для вас работает Анна Туронь. Сегодня в нашем выпуске. АХА встретила весну. Жители города официально провожали ее предшественницу зиму на Центральной площади. Жгли чучело зимы, танцевали, пели, соревновались в силе и ловкости. «Сахалиноблгаз» начинает проводить в жилых домах капитальный ремонт внутридомовых сетей газоснабжения. Запланирована замена систем, установка приборов учета. Один год, восемь месяцев ограничения свободы. Суд признал виновным ахинца, которому принадлежит здание бывшего магазина номер 22, где в прошлом году погиб ребенок. За безопасность на дорогах традиционный конкурс юных инфекторов дорожного движения прошел в доме детства и юношества АХИ. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В субботу на площади нефтяников прошли традиционные, всеми любимые проводы зимы. Кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. Подробности в репортаже. Вот и пришла пора проводить затянувшуюся суровую сахалинскую зиму. Народные гуляния проводы зимы прошли в субботу на городской площади. Весна уже проявила себя, но многие верят, что после официальных проводов тепло придет быстрее. Открыла праздник весенняя торговая ярмарка. Торговые палатки и чуть ли не настоящие русские печи, на которых пекли вкусные блины. Веселая музыка, аромат свежей выпечки, хорошая погода, хоть и не очень теплая, но уже весенняя – все это вместе дарило праздничный настрой и хорошее настроение. Проводы зимы – это когда весна просыпается и зима отодвигается на второй план. Заканчивается зима, начинается новая жизнь. Весна, просыпается природа. Любой праздник нужен, потому что чем меньше будет праздников у нас в жизни, те же проводы зимы или любой другой праздник какой-то в городе, чем меньше общения будет. Потому что большинство людей приходит сюда. Бывает, людей годами не видишь в городе, а сюда приходишь на площадь и встречаешься с людьми, общаешься. На сцене ахинцев и гостей города радовали выступлениями творческие коллективы районного дворца культуры с концертной программой «Зиму провожаем, весну встречаем». Кульминацией праздника осталось сожжение чучела зимы. Многие жители города пришли в этот день на площадь именно для того, чтобы увидеть этот обряд. Я вот ребенка вывез, чтобы было ему интересно повеселиться, посмотреть, все это дело. Это праздник, это радость, это разнообразие в нашей Ахе. Ну, а что, очень даже хорошо, замечательно все. Мне понравилось, как мы играли, потом мы тянули канат и нормально было. Мне понравилось все. Пели песни, танцевали. Мне тоже понравилось все. Тянуть за канаты, конкурсы. Приближение весны, то, что наступает тепло наконец-то. Ну, развлекательную программу увидел. С детьми вот интересно приходить. Детям нравится очень. Весело. Все люди радостные. Хорошо погода солнечная. На сцене демонстрировали традиции и народную культуру ансамбль «Пелокен». Ловко выступали спортсмены и зажигательно пел хор «Северные зори». Официально зиму проводили. Теперь официально ждем весну. И хотя сегодня было достаточно пасмурно и прогноз погоды может напугать, но чувствуется, что весна пришла. На минувшей неделе состоялись публичные слушания с отчетом об исполнении местного бюджета за 2015 год. На них присутствовали руководители администрации, руководители предприятий, учреждений, представители общественности и жители города. Бюджет за минувший год по доходам выполнен на 98,3%, по расходам на 88%. То есть в 2015 в бюджет поступило 2 млрд 672,4 млн рублей, а расходы составили 2 млрд 362 млн рублей. Проэффициент составил более 309 млн рублей. Наибольшая статья расходов образования. На нее ушло порядка 48% или 1 млрд 135 млн. Следующая статья по объему расходов ЖКХ. Здесь было потрачено порядка 558 млн. Кроме того, средства поступали на развитие физкультуры и спорта, культуры, на социальную политику и другие не менее важные направления. Заслушав выступления, участники публичных слушаний задали несколько уточняющих вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы. Сахалиноблгаз приступает к проведению капитального ремонта внутридомовых сетей газоснабжения. Накануне жильцы будут предупреждены, так как на время работ полностью отключат газ в доме. Газовики заменят систему, установят приборы учета. Капитальный ремонт домов подразумевает практически полное обновление жилого дома от фасада до коммуникаций. В том числе и капитальный ремонт внутридомовых сетей газоснабжения. Сахалиноблгаз уже на днях приступает к ремонту систем. Первыми на очереди 4 дома по улице 2 участок. На минувших выходных с жильцами этих домов провели собрание, где предупредили жильцов о предстоящих работах, ответили на вопросы, обозначили объемы, акцентируя внимание, что на период ремонта газ будет отключен полностью. Газовики заменят всю внутреннюю разводку, установят приборы учета, поставят автоматику безопасности. Поставим автоматику, которая будет реагировать на утечку газа, раз, нашего природного, и на ЦО, это два, то есть угарный газ. Вы знаете, сейчас вот роза ветров изменилась у нас, довольно часто у нас случаются отравления. Кроме того, будут установлены датчики, которые перекроют газ в случае пожара. По словам руководителей коммунальных служб, некоторые жильцы по неясным мотивам отказываются от проведения ремонта систем газоснабжения в своих квартирах. Это удивительно, ведь все работы и установка счетчиков проводятся бесплатно. Вернее, средства идут из регионального фонда капитального ремонта, куда ежемесячно платят ахинцы. В этом году системы газоснабжения порядка 10 домов попадают под капитальный ремонт. В отношении ахинца владельца здания бывшего магазина номер 22 по Комсомольской, из-за преступной небрежности которого погиб малолетний ребенок, вынесен обвинительный приговор. Подробности в репортаже. Ахинский городской суд признал виновным владельца здания бывшего магазина номер 22 по Комсомольской, 41, где в июле 2015 погиб ребенок. Виновен он по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Судом установлено, что 9 июля прошлого года 10-летний ребенок из любопытства залез на стену строения. Ограждений, которые препятствовали бы его свободному доступу к зданию, не было. В этот момент произошел обвал плиты перекрытия крыши. В результате мальчику были причинены тяжкие телесные повреждения, и он погиб на месте происшествия. На протяжении всего предыдущего следствия и судебное разбирательство, осужденный, являющийся собственником данного помещения, отрицал свое причастное к совершению криминерного преступления, указывая о том, что он самостоятельно производил ремонтные работы данного здания, а также в связи с отсутствием строительного образования и отсутствием какой-либо информации от контролирующих органов об состоянии здания, он не мог распознать опасность образования обрушения. В ходе судебного разбирательства государственное обвинение предоставлено суду неопровержимое доказательство виновности осужденного в совершении криминерного преступления. В соответствии с требованиями действующего законодательства, собственник обязан содержать свои помещения таким образом, чтобы предотвратить возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. А по результатам проведенной строительной экспертизы установлено, что основной причиной обрушения плиты явилось общее аварийное состояние здания. Износ его несущих конструкций составил более 70%. После исследования всех предоставленных государственным введением доказательств, суд пришел к выводу о виновности осужденного в совершении криминерного преступления и назначил наказание в виде одного года восьми месяцев ограничения свободы с возложением на него дополнительных обязанностей, способствующих его исправлению. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного материального и морального вреда. Первые в космосе. 12 апреля исполнилось 55 лет со дня полета первого человека в космос. 12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. Это повод вспомнить самую романтичную профессию. Ведь совсем недавно мальчишки мечтали стать космонавтами, а девчонки врачами. Нам стало интересно, какие профессии привлекают детвору сегодня. День космонавтики. День космонавтики. Я мечтаю стать полицией. Врачом. Я мечтаю стать парикмахером. Я мечтаю стать ютубером. Я хочу стать танкистом, как мой дедушка. Я мечтаю стать пожарным. Медсестрой. Я мечтаю стать гаисником. Я мечтаю стать фигуристкой. Я мечтаю стать поваром. Я мечтаю стать певицей. Я мечтаю стать футболистом. Я мечтаю стать переводчицей. Я мечтаю стать компьютерщиком. Я мечтаю стать боксером. Я мечтаю быть учителем, но надо приложить усилия к учебе. Я мечтаю стать пожарником. Я хочу стать пожарником. Я хочу стать парикмахером, потому что я могу делать прически. Я хочу стать космонавтом. Я хочу стать доктором. Я хочу стать ветеринарой. Я хочу стать любым доктором. Я люблю лететь в любых. Я хочу стать пожарным, потому что там можно спасать людей. Я хочу стать воспитателем, потому что я люблю детей. Я хочу стать художницей, потому что художницей очень классной. Я хочу стать фермером, потому что я люблю животных, за ними ухаживать и люблю выращивать всякие овощи. Я хочу стать ветеринаром, потому что я люблю животных. Я хочу стать доктором в шаре. Космонавтом. А почему ты мечтаешь стать космонавтом? Потому что на Луне, на гравитации, там интересно. А ты знаешь, какой сегодня праздник? Да, День космонавтики. Я мечтаю стать массажистом. Мне очень нравится это делать, потому что очень хорошее занятие и там очень классно. Я хочу стать зубным врачом. Я хочу быть врачом, потому что врач может кого-нибудь лечить, и если кто-то из твоих родных заболеет, можно его вылечить. Я хочу быть репортером. Врачом-терапевтом, потому что это интересно и мне нравится лечить людей. Я бы хотела быть три в одном. Это тот, кто лечит всяких животных, тот, кто собирает в приют животных, и тот, кто может быть маленьких щенятых, котятых. Я хочу стать спидназом. Я мечтаю стать космонавтом, полицейским и парикмахером. Как это можно? Врачом, потому что ты можешь кого-нибудь вылечить, и можешь вылечить кого-нибудь из семьи. Я хочу стать пожарным, потому что можно тушить пожарным. Я хочу стать пожарным, потому что можно спасать людей. Я хочу стать строителем, потому что мой папа был строителем, и там можно найти много новых друзей. В Доме детства и юношества состоялся муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Семь команд демонстрировали знания правил дорожного движения. Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» традиционно прошел в Доме детства и юношества. В этом году знания правил дорожного движения демонстрировали семь команд. Это юные инспекторы школ 1, 2, 5, 7 школы села Тунгор, школы-интернации Лани Красовка и команда Дома детства и юношества. Хочется отметить, что за последние годы материальная база образовательных учреждений всех, без исключения, как школ, так и детских садов, значительно пополнилась. В школах организованы отряды юных инспекторов движения. Юидовцы являются активными участниками всех мероприятий, собирают информацию, готовы выйти в детские сады со своими небольшими представлениями для того, чтобы и маленьких будущих участников дорожного движения тоже чему-то научить. Также хочется отметить, что в 2016 году за счет муниципального бюджета приобретено и установлено оборудование для проведения станции конкурса «Фигурное вождение велосипеда». Школьникам подготовили шесть испытаний. В творческом конкурсе юные инспекторы показывали небольшие выступления, тема которых, конечно же, безопасность на дорогах. Интересный подход, артистизм, костюмы – все это учитывалось строгими экспертами. В рамках конкурса участники отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, демонстрировали знания основ оказания первой помощи, причем фельдшеры скорой помощи остались довольны результатами. Отгадывали кроссворд с вопросами по основам безопасности жизнедеятельности. Самым интересным для ребят испытанием стало вождение велосипеда в автогородке, ориентируясь на знаки и дорожную разметку. Здесь же юные инспекторы показывали высший пилотаж фигурного вождения велосипеда. У меня практически все получается, но некоторые конкурсы мы еще не попробовали. Самое важное – это знать правила дорожного движения. Мы подготавливались у нас в школе, нам помогали, мы учили слова все, чтобы выступить, так как 80-летие у полиции, и мы им показывали всю сценку нашу. Потом мы готовились к самому безопасному колесу, как там делать, к полиции, учили знаки. Для меня было самое сложное – автогородок. Мне кажется, этот конкурс нужен для того, чтобы дети развивали свою моторику, и все такое, ну, не моторику, ну, как бы, чтобы дети знали, как именно поступать всякие минуты. И при оказании первой медицинской помощи правил дорожного движения. Большинство мне понравился автогородок. Там очень интересно и трудновато, конечно, тем более, вот, когда нужно повернуть, да, вот, показать руку, в какую сторону поворачиваешь, то одной рукой велосипед держать очень сложно. Эксперты следили за каждым шагом конкурсантов. В составе жюри под председательством заместителя начальника управления образования Натальи Нужиной были фельдшеры отделения скорой и неотложной медицинской помощи и инспекторы отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения. По результатам соревнований лучшей стала команда школы номер один. На втором месте ученики седьмой школы. Завершает тройку призеров команда школы номер пять. В творческом конкурсе победу одержала команда седьмой школы. Кроме того, ребята с лучшими результатами были награждены грамотами и дипломами в качестве знатоков и победителей в личном первенстве. Команда-победитель конкурса будет защищать честь Ахинского района на областном этапе конкурса «Безопасное колесо». В Ахинской центральной библиотеке состоялась творческая встреча с сахалинским поэтом Константином Молчановым. Константин – автор более 500 стихов, десятков песен, рассказов, новелл. Уже изданы три его поэтических сборника. Произведения поэта переведены на английский, японский, китайский, польский языки. Финалист Межрегионального фестиваля к 75-летию Владимира Высоцкого, наш Высоцкий, который проходил в Томске в 2013 году. Финалист Международного поэтического конкурса к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Шрамы на сердце в 2010 году. А еще Константин Молчанов – видный общественный деятель. Он активно участвует в работе Общественной палаты Сахалинской области, в экологических, образовательных, молодежных и социальных проектах. На встрече звучали стихи в исполнении автора, рассказы о себе и своих увлечениях. Кроме того, читатели пришли не только насладиться творчеством, но и активно пообщаться с поэтом. Вчера в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» прошло мероприятие «Педагоги на старт на воде» в рамках проекта «Здоровье, сила, красота». В минувшее воскресенье спорткомплекс «Дельфин» вновь распахнул двери спортсменам-любителям, педагогам детских садов «Родничок» и «Снегурочка». Мало чаши бассейна прошло мероприятие «Педагоги на старт на воде». В рамках реализации спортивного проекта «Здоровье, сила, красота». Ведущая идея авторов проекта, это Ирина Юрьевна и Елена Александровна, является то, что мы не должны готовиться ни к каким соревновательным испытаниям. Мы должны прийти на наш проект и попробовать себя, или хотя бы задуматься. А может быть я могу? Именно в этом мы стараемся привлечь к этому, именно к здоровому образу жизни всех тех, кто желает, кто даже думает, а может быть я попробую, не подбирает специально, не объясняя никогда никаких заданий. Педагоги каждый раз удивляют своей смелостью, ловкостью, независимо от подготовки и возраста. Организаторам поступают новые идеи проведения спортивных проектов. И это не может не радовать. Проект реализуется с 2015 года. Мы проводили педагоги на старт уже в спортивном зале, воспитанники на спортивном зале. И сегодня мы провели это спортивное мероприятие на воде. Пользуясь случаем, конечно, мы приглашаем к сотрудничеству всех педагогов, всех работников физической культуры и спорта, к сотрудничеству в работе различных проектов. Есть опыт, есть навык проведения подобных мероприятий. Эмоции болельщиков листали через край. Они готовы были прыгнуть в бассейн и помогать своим спортсменам. Победителей и проигравших нет. Во время состязаний между соперниками царила дружественная обстановка. По-моему, мы очень классно себя проявили и весело, и здорово, устали. Как вам соперники ваши? Классные соперники. Это же коллеги, хорошие соперники и веселые. Куря эмоций, вообще замечательно. Море позитива. Да, отдохнули, выходной на славу. Провели время в здоровом теле, здоровый дух. Проект «Здоровье, сила, красота» объединил два коллектива – воспитанников садов и их родителей. Участники доказали – можно вести здоровый образ жизни легко и весело. 16 апреля в Ногликах прошло открытое первенство по греко-римской борьбе, в котором приняли участие спортсмены из Тымовского, Ноглик и Ахим. В результате поединков Ахимские греко-римы в своих визовых категориях завоевали 12 медалей различного достоинства. Из них первое место – Ренат Халиков, Владислав Кириллов, Денис Семушкин, Денис Гушко. Второе место – Данил Кулынченко, Тимофей Самохвалов. Третье место – Лев Рыжкин, Михаил Белянин, Алексей Нажмундинов, Юрий Кеник, Владислав Сизы, Виталий Грунин. По итогам соревнований кубок за лучшую технику получил спортсмен Ахимской спортивной школы Владислав Кириллов. Победители и призеры первенства награждены грамотами и медалями спортивной школы поселка городского типа Ноглики. На юге Сахалина прошел региональный этап российского детского фестиваля «Казачок». Ахимские ребята вернулись с триумфальной победой. Подробности в нашей съемочной группе. В региональном этапе российского детского фестиваля «Казачок» участие принимала 21 команда из 15 районов области. Всего 200 человек. Ахимские ребята заняли первое место. Уникальность этой победы в том, что за короткое время собрали по крупицам то, что казалось навсегда потеряно. Многие были уверены, история казачества на севере Сахалина утрачена. Традиции, фольклор, народные танцы – все изучали заново. Подготовка к фестивалю проходила в авральном режиме. Педагоги Дома детства и юношества переработали огромное количество материала и достойно подготовили будущих победителей. В этом году впервые команда Дома детства и юношества совместными усилиями творческих коллективов подготовили и отстояли честь в областном центре. Хотелось бы сказать спасибо, что управление образованием в лице начальника управления образованием Муртазина Розы Федоровны поддержала нас в этой инициативе участия. Ну и помогла нам решить вопрос финансовый с администрацией муниципального образования городской округ. Из Махачкалы, Иваново и Хабарска в очень короткие сроки было доставлено обмундирование и оружие. Парадные костюмы пошли наши ахинские мастерицы – Татьяна Елькина и Марина Менщикова. Конкурсная жюри не раз отметила, ахинская команда на фестивале выступила в костюмах, которые полностью соответствуют казачьим традициям. Наша команда была полностью экипированная и, конечно, детки себя чувствовали по-другому. Конечно, они были, ну, как бы, все-таки чувствовали, что они вот именно, они выглядят, ну, по сравнению с другими на высоте. То, что да, там было, ну, не успеете, ну, будете просто в брюках, в рубашках, но, как бы, нас самих это не очень устраивало и хотелось, чтобы, ну, наши были лучшие. И район наш, как бы, с гордостью защищали. Ну, я так думаю, что нам тоже, как бы, очень так радостно, мы их так сильно ждали, переживали за них, и, ну, мы рады, мы рады, что наши дети победили, что все-таки мы защитили честь городского округа Ахинский. Родители поддержали инициативу участия в фестивале. Валентинович, я папа Валентина, который занял одно из первых мест, я рад и не просто рад, а чрезвычайно рад тому, что профессионализм преподавателей наших и творческий потенциал нашей пацанвы проявил себя. Это еще раз говорить о том, что Аха жила, живет и жить будет. Фестиваль направлен на возрождение казачества. Его программа обширна. Исполнялись казачьи песни, танцевали, обыгрывали сказки, показывали мастерство владения шашкой. В течение всей смены проходили различные мастер-классы по фланкировке, строевой подготовке, вокалу, обучали нюансам казачьего хоровода. Я поехала в лагерь, потому что я очень хотела первое место занять. Я заняла первое место. Мною теперь все гордятся. Расскажи, вот твои конкурсы, из чего они состояли? Ты говоришь сказки, там что еще было? Я рассказывала еще стихотворение. Я хочу, чтобы вы угадали, откуда я приехала. Слушайте меня внимательно. Где живу я? Назовите и на карте покажите. Это место на востоке. Море это не глубокое. Летом там туман бывает, мелкий дождик поливает. И все месяца в году можно бегать там по льду. Для участников фестиваль казачок – это радость общения с интересными людьми. За время, проведенное в подготовке, ребята обрели новых друзей. Детвора поделилась с нами своими впечатлениями. Мне больше всего понравилось, конечно, как мы завели друзей, как мы победили, как мы выступали. Если мне в следующем году предложат, я соглашусь. К казачьему роду нет перевода. Там я тоже заняла первое место. В эту номинацию входили такие конкурсы, как вокал, танцы, игра на инструментах. Я играла на ложках, заняла четвертое место. За вокал у меня первое, за танцы второе. Еще про Берегиню добавлю. В Берегине у нас были такие конкурсы, как мы рассказывали о своем городе, о нашей родной сторонке, и сказки рассказывали, еще и танцевала танец. Ехали просто за первым местом, и все. Я добилась своего. Я очень довольна нашей командой и с собой в первую очередь. Доходило до того, что преподаватели других делегаций и команд просто поддерживали нас. Мы очень сильно подружились с преподавателем из Долинска. Он даже обещал сюда приехать, нас поддержать, помочь нам подготовиться к фестивалю в Анапе. И я вообще безумно рада, что познакомилась с этими замечательными людьми. Они мне просто за эти три недели доставили просто море эмоций. Не представляете. Я приехал, чтобы выиграть первое место. В юном атаманце я занял первое место. Я там рассказывал про своих родителей, про себя. Род нас достаточно древний. Все корни его на Волге, в Великой Русской реке. Большинство из моих предков были хлеборобами. Но когда надо было, вставали на защиту отчества. Преподаватель Наталья Автаева вместе с другими педагогами Дома детства и юношества вложили все силы и творческие возможности в ребят. Труды не пропали напрасно. Соперников было очень много. Детей было 200 человек. 21 команда. И мы победили. И будущим летом мы поедем в Анапу, представляет Сахалинскую область, на всероссийских соревнованиях. Мы будем очень упорно заниматься для того, чтобы достойно показать Сахалинскую область на всероссийском этапе фестиваля «Казачок». И мы бы хотели попросить поддержки всех ахинцев. Мы будем стараться для вас. Давайте, ребят, три, четыре. По целью вечернею солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля «Казака» во степи догонит. Только пуля «Казака» с коня собьет. А на сегодня это все новости нашего выпуска. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»